Привет, друзья! Ну, в прошлый раз выбрали вот этот галстук. Мы все вместе там выбирали, кто как посоветует. Вроде сказали, что это более такой яркий, пестренький, такой лёгенький. Большое число людей у нас, участников. Но сейчас я вам расскажу, что такое параллельный мир, улучшающий это. И при чём тут моё отношение к Грефу, Курпатову, Карлу Марксу? Да, и почему я могу всё это создавать? Например, каждый раз какой-то новый контент. За счёт чего это происходит? Вот что за параллельный мир такой? Вот я вам скажу сразу. Скажу сразу, поскольку я, значит, ну такой вот... Сейчас начнём примерку. Вы смотрите. Вот это будет прошлый галстук. Ну, энтураж другой. Мы говорили, тот был тест, как бы говоря. Это примерочная. Как мы примеряем приёмы к себе. И вот мы будем проводить вебинар сейчас. Очень важный, для новичков. И считайте это психологической такой образовательной подготовкой. Вот этот. Так. Смотрите. Допустим, это будет тот галстук был. Прошлый. А этот в новом антураже. Правильно? В новом интерьере. Примерка. Как мы примеряем приёмы к себе по методу ключ. Так. Вот. Я буду говорить, как в окнах Овертона. Одновременно, значит, вас подвигая, значит, к вебинару таким незамысловатым образом. С такими именами, названиями. Я же мультиэффектный. Но иду, как по тонкому льду. Там много этих валунов, которые могут быть. Титанов и всё прочее. Айсбергов. Значит, это будет первый. Первый. Условно, да? Теперь, значит, мы берём другой. Примеряем. Вот этот вот. Ну, вы же знаете, у меня их много. И поэтому я буду это делать на сегодня не бесконечно. Значит, это будет второй. Второй. Запоминайте. Значит, вы же знаете, что я пережил сильнейшую травму. Значит, сейчас поймёте, почему я это говорю. Так, это второй. Это будет у нас третий. Семь с половиной часов операции на шее. После того, как упал на гололёде, да? Вот этот будет у нас третий. Так. Третий. Ну, давайте сейчас возьмём. Четвёртый. Четвёртый. Так мы примеряем приёмы. Видите, я напоминаю, что принцип подбора путём перебора по критерию максимального соответствия. Соответствие. Так. Дальше. Ну, давайте последний возьмём. Вот этот вот на сегодня. Так. Назовём его последний. Да. Ну, поехали. Ладно. Примерочную мы закончили. А теперь, значит, иду по тонкому ду, по хрупкому ду. Причём тут Греф, Карл Маркс, Курпатов и так далее. Вот, смотрите. И при чём тут моя травма? А дело в том, что из-за этой травмы я всё время испытываю пыточные боли. Пыточные боли, ну, то есть у меня всё время. У меня же милопатия, я инвалид тяжеленный. И всё время у меня всё болит. Ну, болит всё время. Ну, болит всё время. Я отвлекаюсь, когда я работаю. То есть, смотрите, как интересно. То есть, когда я переключаюсь на любимую деятельность, запоминайте, пожалуйста, когда человек занят любимой деятельностью, да, там внутри мозга, устройство мозга, пороги реагирования на эти сигналы, на болевые и на всякие другие, меняется, меняется. А когда у меня идеальное состояние бывает? Идеальное состояние. Вот теперь внимательней. Моё идеальное состояние, когда я и создаю какие-то идеи, и вот этот параллельный мир, который гуманизирует этот мир, улучшает его, исправляет это состояние между сном и бодрствованием. Вот, то есть, я вот, когда засыпаю, засыпаю, и когда просыпаюсь, и переворачиваюсь с болями, ну, в этот момент, когда я попадаю в эту нулевую точку, нулевая точка – это нулевое состояние между сном и бодрствованием. Там происходит максимальное эмоциональное отдаление, реагирование от всего, что происходит. Вот это есть реальность, а между сном и бодрствованием максимальная дистанция эмоциональная. То есть, по существу там происходит как бы располовинивание двух половин мозга. Вот это вот пустота, ноль, за которой Будда ходил там сколько-то лет, 30-40 лет, назвал это нирваной. И вот это нулевое состояние, метод медитации, который там практикуется для того, чтобы получить эту нирвану. А у нас метод ключа, принцип подбора путём перебора. И самое главное, что сам процесс у нас, то, чего в мире никогда не знали и не говорили, сам процесс у нас подбора приёмов, соответствующих вам лично, каждому, развивает креативную изобретательскую способность мозга. Так вот в этом состоянии, почему я говорю о пыточных болях, потому что идеальное моё состояние комфортности, когда все негативные эмоции уходят за действованностью, вот на эти боли, я пример по этому привожу, это идеальное рабочее место для мозга, вот это нулевое состояние, когда нет болей, вот переходим между сном и бодрствованием. И в этот самый момент, что происходит? Я как бы непроизвольно из стадии выживания, из стадии выживания, обратите внимание, перехожу на стадию созидания. То есть я там о чём-то думаю в этот момент, в этом переходе, дрейфуя между сном и бодрствованием, и что-то там у меня начинает получаться гуманизация, тогда вместо инстинкта самосохранения у меня начинается инстинкт творчества, созидательности. Так вот, Гриф причём? Он рассказывал на одном из своих лекций, я сейчас не говорю о своих отношениях личных, я говорю просто на одном из своих лекций, он рассказывал о том, что упоминая Михаи Чинскен Михаи, запомните, если кто не видел ещё в Ютубе, посмотрите, Михаи Чинскен Михаи, о котором я постоянно напоминаю, где он изучал этот Михаи Чинскен Михаи, изучал 60 лет людей после мировой войны, которые выживали, выживали, потом они нажили себе определённое положение, когда уже им не нужно выживать, уже могли, 30% из них могли чувствовать себя счастливыми, потому что они в своём любимом деле добивались определённого мастерства, и это мастерство, эта деятельность, применяя в любимом деле, выходили в состоянии потока. То есть, когда художник, например, рисует, потом на автомат выходит, в ритм выходит, или композитор, там, когда пишет свою музыку, такое ощущение в потоке, когда музыка как бы льётся, и он только записывает ноты и так далее, но там происходит какое-то соединение с законами Вселенной, контакта с вечностью. Так вот, вот это состояние между сном и бодрствованием, нулевое состояние, это состояние такой безмятежности, поэтому попутно могу сказать, что Греф там рассуждал о том, что люди, которые нажили своё какое-то состояние финансовое, финансовое, стали как-то уже независимыми финансовыми, то некоторые из них теперь занимаются благотворительностью. Вот обратите внимание, вот когда они уже вышли из инстинкта выживания, вот инстинкта накопления, накопления, накопить денег, там, вот они вышли в какую-то плоскость, когда уже могут быть какими-то гуманитариями, многие из них, как он говорит, которые ему известны, они стали там руководителями каких-то фондов, меценатами, там кому-то помогают, благотворительность и прочее. Я не знаю лично этих людей, я не видел никогда этих благотворителей. Ну, наверное, так, я не знаю. Ему лучше знать. Так вот, вопрос заключается в том, что он там рассказывает о Чинске-Эн-Михае и проводит эту аналогию, что как раз-таки и по Чинске-Эн-Михае там происходит, когда человек уже вышел из стадии выживания, он способен быть дарением заниматься, то есть он может позитивным быть, то есть совершать какие-то благие дела, созиданием заниматься. Ну, как интересно, да? Что касается Курпатова, когда он говорил на Даурском форуме о дефолте работы мозга и приводил там американских и других исследователей, да, вот он говорил, как это важно состояние, дефолт работы мозга, для того, чтобы там происходила самоидентификация личности, как бы при этом сплавлялся весь опыт, который человек нарабатывает в разных областях, в единую целостную самоорганизацию личности, саморазвитие и так далее. Ну, я сейчас говорю немножко своими словами, более, так сказать, определенно и более правильно, но там речь шла о том, что человек все время находится в задействованности, ну, как смартфон, на все сигналы реагирует, а в какой-то момент он ни на что не реагирует, у него, вот как бы, ну, мы в нашей школе называем нулевое состояние, нейтральное состояние, состояние свободного сознания, Будда назвал нирваной, в исламе есть понятие, когда человек как бы сливается с Аллахом, состояние ауксуфи, фана, да, ну, в каждой культуре, в каждой религии есть вот это состояние, просто не все так рассказывают, как я рассказываю, что это нулевое состояние между сном и бодрствием, и почему полезно высыпаться, вот какая связь, вот когда я попадаю в это состояние между сном и бодрствием, у меня прекращаются пыточные боли, я о них забываю, и в любимом деле о них забываю, вот запомните, там я в потоке в любимом деле, а там я в пассивном состоянии, то есть когда нирвана наступает в пассивном состоянии, это одно, это нирвана, а когда в деятельности, а я все время думаю, и вы все время, может быть, думаете, и когда вы все время думаете, человек хомо сапиенс, он не может не думать, и вот когда вы все время думаете и попадаете в ноль между сном и бодрствием, вот там и происходит переключение вот этих доминант, и вы там проходите какое-то состояние, когда вы можете решить какие-то вопросы между сном и бодрствием, на которые в обычном состоянии не додумаетесь, потому что все время задействованы, как смартфон, а там вы освобождены, вот там дефолт работы мозга, а на самом деле вот это свободное, нейтральное состояние, которое человек каждый раз испытывает, просто Курпатов там не догадался до этого, я вам это рассказываю, ну вот еще про Курпатов, ну это мое личное мнение, я не люблю его смотреть, я несколько раз посмотрел Курпатого, меня это раздражает, ну я иду сейчас по тонкому льду, вы поймите, вот лед очень хрупкий, потому что мои впечатления и мои эмоции вы можете не разделять совсем, ни про Грефа, ни про Маркса, ни про Курпатого, я просто говорю свое мнение, по механизму, потому что я тот человек, как мне там много раз писали, что вы помогаете нам собрать все пазлы в единую целостную картину мира, ну а для того, чтобы человек видел целостную картину мира, он сам должен быть целостной, вот эта целостность обретается именно тогда, в нулевом состоянии, и поэтому, как важно, человеку высыпаться, и понежиться в кровати, вот это интересно, правда, вот сколько разных я вам привел параллельных вещей, и мы сейчас соединим их, начиная с подбора приемов путем перебора, и говорю теперь о Карлу Марксе, почему Карл Маркса, мне сказала профессора, которая вела кафедру марксизма-ленинизма в свое время, когда она вышла с помощью подбора путем перебора этих приемов на состояние вот этого комфортности такой вышло, когда голова как бы пустая становится, внутренний диалог как бы прекращается, вот это состояние полетности, которое я создал в Центр подготовки космонавтов для моделирования состояния невесомости у космонавтов в земных условиях, чтобы он быстрее потом адаптировался там во время полетов, так когда она вышла в это состояние, у меня где-то есть ролик, как она говорит об этом, профессор. Так вот о чем говорил Маркс. На самом деле я тогда понял, ведь он говорил о том, чтобы освободить человеку личное время. И получается, по моему представлению, что Марксин заключался в том, что освобождая постепенно от подневольного, а подневольный какой первый труд? Самый тяжелый физический труд. Освобождая от физического труда, подневольного труда, когда человек делает не то, что он хочет делать, не то, что ему соответствует, не то, что ему соответствует, а делает то, что он вынужден делать, его там тратят много мозговой энергии, потому что он все время напрягается, вынужден пахать, таскать, а не думать. Потому что он может думать, только будучи свободным. То есть, поэтому личное время необходимо. И вот Маркс, получается, по его теории, если глубоко покопаться, это мое мнение, если глубоко покопаться и вспомнить слова этого профессора, получается, что Маркс, имел в виду, что все социальные какие-то революции происходят для того, чтобы освободить человека, который по природе творец, хомо сапиенс, человек разумный, личное время, чтобы он не был задействован, вот сейчас мы говорим, как смартфон, каждую секунду на реагирование и мог, наконец, подумать. Идеальное время подумать, это когда между сном и божественным, ну или он состоит, это идеальное рабочее место внутри нашего мозга. Ну, если вам смешно, ну, я хочу вам сказать, это вовсе не смешно. Потому что если вы лишите человека сна, по крайней мере, будете ему не давать досыпать, то он превратится в инвалида. Да, он превратится в пьяницу, он превратится в наркомана, он превратится в агрессора, он превратится в бог вещества, то это будет сплошное убожество. Это будет убожество. Почему? Потому что если человеку, творцу, не давать времени личного, то он, условно говоря, если говорить языком виртуальным, религиозной картиной, отдаляется от бога. Ну, конечно, просто человек творец, творчество в человеке, есть бог. Так вот, я вам хочу сказать, принцип подбора, путем перебора, теория о потоке, Чинскен Михаил, возьмите в ютубе, я говорил уже несколько раз, там он в черной коротке, венгер по происхождению, профессор в Америке, величайший, величайший современный профессор эпохи, о потоке. Посмотрите, там есть русские титры, в черной кожаной коротке, он рассказывает этот доклад, кто в мире считает себя счастливым. У него 30% получается из тех, которые уже нажили себе обеспеченность жизни, когда уже не нужно бояться за завтрашний день, когда уже не работает уже только инстинкт выживания, а уже начинает работать и созидательная деятельность. Чинскен Михаил, посмотрите, пожалуйста, я вам очень рекомендую. Ну и можете вообще посмотреть Грефа в этом смысле, как он рассказывает. Да я вот случайно стал смотреть Грефа, я вдруг вижу, ну это мое личное мнение, я вдруг увидел, что это человек, у которого там миллиарды и так далее, и так далее. Да, весьма и весьма говорят очень даже разумные вещи, очень даже симпатичные вещи. Да, ну там есть другая беда, дело не в этом. Просто у нас такое социальное расслоение, что сейчас это вызывает эмоциональные реакции, оценки. Я могу сейчас заслужить миллион негативных реакций. Я же сказал, я иду сейчас как по хрупкому, тонкому льду, но я хочу донести смысл. Смысл заключается в том, что человек должен досыпать. Смысл заключается в том, что человек творческий, даже досыпая, засыпая, решает какие-то проблемы. И идеальное рабочее место его мозга, это когда его никто не дергает. А это между словами бодрствования. И поэтому самое идеальное состояние для вас, для меня и для кого-то, это нежиться в постель. Потому что вы тогда думаете все равно, но попадаете в драфию между сном и бодрствованием, через нулевое состояние, переключаются доминанты, и вы решаете те вопросы, которые в обычных условиях, где вас все время дергают, решить не можете. Ну, видите, как. Я думаю, что это интересно. Да. У нас будет вебинар для новичков, особый вебинар. Значит, у нас это будет 11-го числа, 8-го вечера по Москве. Купивший вебинар автоматически получает запись. А кого я приглашаю, запись не получает. Кого я приглашаю, там она 3 дня висит, если пропустите, потом не надо ко мне обращаться. Я же не технически время имею, я имею время думать, потому что я, у меня другая работа. А все время дергать своих добровольных помощников, друзей из школы, мне неудобно. У них тоже своя жизнь есть, им тоже надо и выспаться. Поэтому, если мы пригласили кого-то, мы приглашаем активных участников нашей школы, которым я очень благодарен, что они участвуют. По крайней мере, коменты пишут, я же вижу, кто пишет коменты. Я им посылаю, посылаю, значит, приглашение, он бесплатно туда входит, поэтому школа наша расширяется, и потому что я очень сложные вещи пытаюсь говорить простым, нормальным языком, и привожу много разных аналогий, поэтому у нас становится очень-очень много сторонников. Я надеюсь, вы тоже будете нашим сторонником. Итак, галстуки я все примерил. Что я говорил об окнах авиатурных? Я имел в виду, что вот так вот незаметно я открываю истину, объясняю, что такое ключ, это принцип подбора путем перебора, показываете галстуки, как это делаете, чтобы... Новичок, который не знает вообще, что такое метод, то есть понял, да, что в конечном счете он может взять любую физкультуру, любую йогу, любые танцы, и примеряя к себе какие-то кусочки этих действий, подобрать синхронность своему текущему состоянию в тот момент, когда он примерил, у него сразу снимается напряжение, он сразу выходит из состояния инстинкта выживания, когда хочется защититься, зацепиться, бой, беги, оцепи неи и так далее, инстинк созидания, поэтому у нас психрогимнастика профессора Матвеева в учебнике по физкультуре 10-11 класса, ну, конечно, ну, конечно, я... Ой, конечно, я титан, если мое имя уже в учебнике, в детективных романах и в повестях, конечно, не я имею в виду, а метод-ключ, да, метод-ключ, это сильная вещь, и поэтому, если говорить о Курпатове, его папа, профессор из Санкт-Петербурга, главный редактор, значит, методического руководства по психотерапии, для психотерапевтов, врачей, главный редактор, там в статьях написано, да, отмечено, что метод-ключ самый простой и эффективный метод. А Курпатов ни разу об этом не сказал, может быть, он не читает папиного руководства, может, по каким-то другим причинам, но это их дело. Мое дело, мое дело. Хоть я и пытаюсь объяснить все то, что сложно простым русским языком для каждого, чтобы было понятно, применяя разные способы, начиная от примерки галстука, все-таки я хочу донести две ипостаси метода. Первое. Когда совпало действие с вашим состоянием, это называется синхронизация или резонанс. Да, когда совпало, поэтому все приемы метода ключ синхронизирующие, это не обычные механические движения, а совпадающие с вами. Тогда вот это сильно совпадает, ты даже подумала о том, что рука всплывает, и она всплывает. То есть, мозг не тратит энергии. А сам перебор, это же потрясающе, этого в мире никогда не было, но сколько сейчас научных статей будет написано по миру, сколько сейчас диссертаций, кандидатских, докторских будет защищено, что сам подбор действия, совпадающий с вашим текущим состоянием, синхронный ему. Это же новая концепция образования. Да-да, сам перебор развивает личность, друзья. Да, делает его из человека выживающего, человеком созидающим. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok